Начальный курс английского языка. Урок девятый. Английский глагол. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить наше очередное занятие по английскому языку. В наших предыдущих занятиях мы с вами изучили правила чтения в современном английском языке. Мы с вами говорили о том, что английскому предложению присуща определенная интонация. Так, например, повествовательные предложения отличаются интонацией, которая понижается в конце предложения. Тема нашего сегодняшнего занятия – английский глагол. Сегодня мы с вами будем говорить о морфологических и синтаксических особенностях английского глагола. Но прежде чем перейти к непосредственной теме нашего сегодняшнего занятия, мы с вами обратимся к нескольким английским скороговоркам. Эта часть у нас будет посвящена фонетике. Мы с вами будем учиться правильно произносить английские слова в потоке речи. Итак, обратимся к первой скороговорке. Посмотрите, пожалуйста, на слайде вы видите предложение, которое состоит из двух частей. Обратите внимание, что глагол в этом предложении находится в форме повелительного наклонения. Вспомните, какая интонация характерна для повелительных английских предложений. Обратите, пожалуйста, внимание на синтаксический параллелизм данных предложений. То есть, сказуемое в обеих частях английского предложения занимает одно и то же место. Это касается и группы обстоятельств. Прочитайте данную скороговорку сначала медленно про себя, затем чуть быстрее шепотом, и затем еще быстрее вслух. Обратите, пожалуйста, внимание на четкость произнесения английских слов. Также помните, что в конце английские слова не оглушаются и не озвончаются, а сонорные звуки имеют более протяженный характер, нежели аналогичные сонорные звуки русского языка. Постарайтесь выучить данную скороговорку наизусть. Также помните о том, что служебные части речи в английском языке, как правило, не несут на себе ни фразового, ни логического ударения. Поэтому они произносятся слитно вместе с тем словом, к которому они относятся. Удвоение согласных на письме в английском языке не приводит ни к качественному, ни к количественному изменению звуков. На конце английских слов помните, что буква R, так же как и буква I, чаще всего не произносится. Потренируйтесь произносить эту скороговорку самостоятельно. Давайте обратимся к другой скороговорке. Она несколько иначе. У нас представлена в современном английском языке. Это только первая часть скороговорки, которую вы видите на экране. Вторая часть этой поговорки звучит следующим образом. Обратимся к первой части данной скороговорки и обратим внимание на структуру частей. Каждая синтагма данной поговорки состоит из существительного и зависимого от него слова прилагательного. Обратите, пожалуйста, внимание на позицию прилагательного в английском языке. Прилагательное всегда в английском языке занимает позицию перед зависимым словом, то есть перед существительным. Обратите, пожалуйста, внимание, что интонация у нас будет понижаться в конце каждой синтагмы, то есть после существительного. Обратите, пожалуйста, внимание на правильное произношение гласных. Помните, что долгота, краткость в современном английском языке являются смыслоразличительными признаками. Старайтесь соблюдать также и правила позиционной долготы гласного звука. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в последней строке данной скороговорки у нас меняется порядок следования зависимого и зависящего слова. Постарайтесь запомнить прилагательные, обозначающие цвета. Прочтите скороговорку самостоятельно, затем послушайте, как она звучит по-английски. Выучив скороговорку наизусть, постарайтесь произносить ее в быстром темпе. Давайте обратимся еще к одной скороговорке. Это тоже известная скороговорка современного английского языка. Звучит она следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Обратите, пожалуйста, внимание, что данная скороговорка состоит из четырех повелительных предложений. Помните об интонации в повелительном предложении. Обратимся к началу нашей с вами скороговорки. В частности, глаголу. Глагол clean. Убирать, вытирать. Помните, что в начале английского слова буква C перед согласными обозначает звук К. Неопределенный артикль, который мы с вами встречаем, каждый из строк данной скороговорки не несет на себе ни логического, ни фразового ударения, как любая служебная часть речи. Поэтому произносится вместе с существительным. Помните, что в современном английском языке согласные звуки, такие как П, Т, К в начале слова, в ударном слоге, произносятся с придыханием. Однако, на конце эти звуки не имеют придыхания. Более того, обратите внимание на правильное произношение сонорных звуков. Еще раз прочтем с вами данную скороговорку. Далее мы с вами переходим к теме нашего сегодняшнего занятия английский глагол. Напомню, что глаголом мы с вами называем самостоятельную часть речи, которая обозначает действие или состояние, представленное в виде действия. Обратимся к некоторым предложениям. Мой отец работает в школе, его сестра проспала 7 часов, он любит читать романы. В данном предложении у нас встречаются глагольные формы, такие как Это все сказуемые. Они в предложении обозначают действие или состояние. Это разные временные формы глагола. Вы видите, например, что в первом и в третьем предложении глагол оканчивается на S, что является показателем формы настоящего времени единственного числа третьего лица. Мы с вами также знаем, что глагол отвечает на вопросы. Что делает лицо или предмет. Что делается, происходит с лицом или предметом. По своей структуре английские глаголы бывают либо простыми, либо производными, либо сложными, либо составными. У английских глаголов есть характерные суффиксы, благодаря которым мы можем их отличать. Обратимся к некоторым наиболее характерным суффиксам-глаголам в современном английском языке. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Это такие суффиксы, как И, Н, Ф, В, И И, наконец, суффикс И, З, И Приведем примеры глаголов, которые в своем составе имеют эти суффиксы. To widen, to strengthen, to shorten. Мы можем с вами говорить о том, что данная группа глаголов образована от имени, либо от имени существительного, либо от имени прилагательного, при помощи суффикса и-н. To widen, расширять, to strengthen, усиливать, to shorten, укорачивать. Глаголы to widen, to shorten образованы от прилагательных. Wide – широкий, short – короткий. Глагол to strengthen образован от имени существительного. Strength – сила. Зная значение некоторых английских суффиксов, мы с вами можем прогнозировать значение того или иного глагола. Обратимся к суффиксу f, y. Он входит в состав таких глаголов, как to simplify – упрощать, to signify – означать. Чаще всего этот суффикс несет на себе ударение. Суффикс i, z, e встречается в таких глаголах, как organize – realize – также это ударный суффикс. К наиболее распространенным префиксам, то есть приставкам глагола в современном английском языке, относят такие приставки, как re, dis, an. Конечно же, количество приставок в современном английском глаголе не ограничивается этими тремя. Но на примере этих трех приставок мы можем с вами сказать, что у приставок тоже имеется собственное значение. Так, например, обратимся к приставке re. Она входит в состав достаточно большого количества английских глаголов, Более того, сам говорящий может при помощи этой приставки образовывать новые глаголы. Приставка re имеет примерно то же самое значение, что и русская приставка пере. То есть это приставка повторного действия. Обратите, пожалуйста, внимание на глагол to recollect, который обозначает вспоминать. Данный глагол действительно был образован при помощи приставки re от глагола to collect, собирать, либо собирать воедино. Однако в современном английском языке приставка часто не воспринимается как таковая, и глагол имеет значение несколько иное, то есть не значение повторного действия, а значение в данном случае вспоминать, помнить. Глагол to disappear, to disagree имеет значение обратного действия, то есть приставка dis имеет отрицательное значение. Appear – появляться, disappear – исчезать. Agree – соглашаться, disagree – не соглашаться, противоречить. И еще одна приставка со значением противоположного действия – это приставка an. Она встречается во многих английских глаголах, мы приведем в качестве примера лишь несколько. To tie – связывать, to untie – развязывать, to load – грузить, to unload – разгружать. Что касается сложных глаголов, то чаще всего к ним относятся глаголы, состоящие из двух или более основ. Так, например, глагол to white wash образован из двух корней. White – белый, wash – мыть. Общее значение этого глагола – белить. То же самое касается глагола to blackmail. Mail – отправлять почту, black – черный. Общее значение этого глагола – шантажировать. Иногда, так же, как и в русском языке, значение слова, не обязательно глагола, но и любой другой части речи, может быть выведено из составляющих его основ. Иногда этот способ определения значения у нас не срабатывает. Поэтому, в избежание разного рода недоразумений, при встрече с каждым новым словом, необходимо обращаться к словарю, поскольку в английском языке есть так называемые ложные слова переводчика. Это слова, которые, кажется, совпадают по структуре, по составу, со словами, которые имеются в других языках, Но оказывается, что в данном конкретном языке слово имеет совершенно иное значение, или же может приобретать иное, например, дополнительное значение, переносное значение, или быть каким-то образом стилистически окрашенным. Что касается составных глаголов, то к ним относятся сочетания глаголов с наречиями, или, как иногда говорят, с постпредлогами. Это такие глаголы to get up, to stand up. О этих глаголах мы с вами будем говорить несколько позже. Сейчас мы с вами обратимся к личным и неличным формам английского глагола. Понятно, что личные формы глагола указывают на лицо. Неличные формы глагола такой возможности лишены. Давайте с вами обратимся к конкретным примерам и уже на их основе. Попытаемся понять, что представляют собой личные формы глагола и что представляют собой неличные формы глагола в современном английском языке. I have come here to speak to you. Я пришел сюда поговорить с вами. I would like to help you. Я хотел бы вам помочь. В данных предложениях мы с вами встречаемся с личными формами глагола и с неличными формами глагола. Личные формы глагола в предложении выполняют функцию сказуемого. I have come, I would like. Это у нас основа предложений. Состоит основа из подлежащего, которая в данном случае представлена местоимением первого лица единственного числа. Это местоимение I, соответствующее русскому местоимению я. И глагольные формы, которая в предложении выполняет функцию сказуемого have come, would like, то есть указывает на лицо. Я пришел, мне бы хотелось. Что касается неличных форм глагола, то в данном предложении они представлены инфинитивами. Неличные формы, как я уже сказала, не указывают на лицо. Соответственно, при изменении лица личные формы могут менять свою грамматическую форму, в то время как неличные формы в этом необходимости не испытывают. Обратимся еще к нескольким предложениям. Здесь в предложении у нас встречается личная форма глагола to draw, рисовать, форма draws, рисует. Эта форма соответствует местоимению he, местоимение третьего лица единственного числа. На русский язык это местоимение может переводиться как местоимение он. Они пока что не умеют читать. В данном случае сказуемым в предложении является модальный глагол can't и инфинитивная форма read. Местоимение в данном предложении указывает на третье лицо множественное число. Местоимение they, они. И, наконец, еще одно предложение, которое мне хотелось бы привести в связи с личными и неличными формами глагола в качестве примера. She is too small. Здесь мы видим глагол связка, глагол is. Он употребляется здесь, потому что подлежащим данного предложения является местоимение единственного числа третьего лица she, она. О том, как спрягается, то есть изменяется по лицам и числам глагол to be, мы с вами будем говорить несколько позже. Если мы с вами обратимся к предложениям повелительным, таким как close the window, please, или open the book, please, или don't cry, или be quiet, please, то мы с вами обнаружим в этом предложении только один главный член предложения, только сказуемое. С вами мы говорили на наших занятиях, темой которого было английское предложение, о том, что в английском предложении обязательно должно присутствовать подлежащее и сказуемое. Это правило синтаксического построения английского предложения. Что касается предложений, которых мы только что с вами прочитали на экране, еще раз обратимся к ним, don't cry, be please, то данное правило здесь применяется лишь частично. Здесь действительно нет подлежащего, но в повелительных предложениях подлежащее подразумевается, это второе лицо. Обращение в данном предложении и является подлежащим данного предложения. You don't cry, you be quiet, please. Что касается неличных форм глагола, то к ним в современном английском языке относятся такие формы, как инфинитив, герундий и причастие. Что касается инфинитива, то вы видите сейчас на экране ряд глаголов, перед которым есть инфинитивная частица to. To look, to look, to smile. Строго говоря, показателем неличной формы глагола, такой как инфинитив, и является наличие этой инфинитивной частицы. Однако, мы с вами знаем, что инфинитив – это лишь одна из трех неличных форм глагола, таких как инфинитив, герундий и причастие. Герундий, как часть речи, в английском языке, безусловно, существует, но отсутствует в русском языке. Что касается причастий, то они существуют и в современном русском, и в современном английском языках, но о них мы будем говорить чуть-чуть позже. А сейчас мы с вами обратимся к основным формам английского глагола и посмотрим еще раз на слайд, который вы уже видели. Посмотрите, пожалуйста, на три формы. Это три основные формы английского глагола. Первая форма – это инфинитив. По-английски он называется infinitive. Вторая форма – это форма прошедшего неопределенного времени, которая в современном английском языке может называться либо past indefinite, либо past simple. И, наконец, третья форма – это причастие прошедшего времени, которое по-английски называется past, past simple или past simple to – причастие второе. Все английские глаголы по способу образования форм прошедшего неопределенного времени и причастия прошедшего времени делятся на две группы. Это так называемые правильные глаголы и неправильные глаголы. На слайде вы сейчас видите примеры правильных английских глаголов или регулярных английских глаголов. Они образуют формы прошедшего времени и формы причастия прошедшего времени при помощи суффикса "-ed". Переведем эти глаголы на русский язык. To look – смотреть. To lock – запирать, закрывать. Чаще всего на ключ. To smile – улыбаться. Если мы с вами обратимся к неправильным глаголам, то мы с вами увидим, что все эти три формы о неправильных английских глаголах образуются несколько иначе. Начальная форма или форма инфинитива также имеет показатель to. Это, как я уже сказала, инфинитивная частица. Хотя сразу надо оговориться, что инфинитив в некоторых случаях в современном английском языке может употребляться без этой частицы. Что касается второй и третьей формы английского неправильного глагола, то они могут либо совпадать, как в первом случае – kept, kept, либо различаться, как во втором и в третьих случаях – drank, drunk или swam, swam. Бывают, правда, случаи, когда все три формы английского глагола совпадают. При этом они могут совпадать либо только на письме, как в случае глагола читать – to read, read, read. На одном из наших занятий мы встречались с этим глаголом, либо они могут совпадать и по написанию, и по произношению. Например, глагол «класть» – to put, put, put. Обратимся к глаголам, которые вы видите на слайде. To keep, kept, kept – держать, хранить. To drink, drank, drunk – пить. To swim, swam, swam – плавать. Что касается значения, то английские глаголы по значению делятся также на несколько групп. Посмотрим, на какие именно. Во-первых, по своему значению и выполняемой в предложении функции глаголы делятся на смысловые или самостоятельные. Вспомогательные и полувспомогательные. Примерами самостоятельных или смысловых глаголов будут следующие глаголы. To like – любить. To play – играть. To sleep – спать. To want – хотеть. To run – бежать. To say – говорить. Особенностью данной группы глаголов является то, что они называют конкретные действия. То есть, они несут на себе смысловую нагрузку. Некоторые глаголы в английском языке, такие как глаголы to be, to have, to do, shall, should, will, would, не передают никакого конкретного действия. Эти глаголы мы с вами называем вспомогательными или иногда полуспомогательными, потому что они помогают образовывать различные времена в современном английском языке. Более того, в отдельную группу выделяют модальные глаголы. Они тоже не называют действия, но они указывают на отношение говорящего к определенному действию. Давайте вернемся к предыдущему слайду и посмотрим на несколько глаголов, которые в этом слайде указаны. Глагол shall, should, will, would может быть как вспомогательным глаголом, так и модальным. Как вспомогательный он образует будущее время или такое сложное время в современном английском языке, которое называется будущее в прошедшем, но может использоваться и как модальный глагол, то есть может указывать на отношение говорящего к описываемому действию. Приведем несколько примеров. I shall play, he will come. Я буду играть. В данном случае глагол shall выполняет функцию вспомогательного глагола и образует форму будущего времени. He will come. Здесь у нас уже более сложный случай. Дело в том, что глагол will является вспомогательным глаголом. Он участвует в образовании форм будущего времени. Однако у него есть еще и дополнительное значение, которое может в предложении приниматься во внимание, а может не приниматься. Это выражение желания. То есть, he will come может означать он придет, то есть обыкновенное будущее время. Или он хочет прийти. Он испытывает такое желание. Еще несколько примеров. They have done their whole work already. Они уже выполнили домашнее задание. He has written the letter. Он уже написал письмо. В данном предложении мы с вами видим формы глагола to have. Глагол have имеет значение иметь. Но это лишь одно значение этого глагола. Часто этот глагол выступает как вспомогательный глагол и образует особую форму английского глагола. Форма называется present perfect, обозначая действие, которое на момент речи уже свершилось. У этого глагола может быть несколько форм. В первом предложении вы видите форму have, форму множественного числа. Во втором предложении вы видите форму has, форму единственного числа третьего лица. И, наконец, мы с вами обратимся к другим глаголам, где глагол to be выступает в качестве глагола связки или полоспомогательного глагола. Все эти предложения объединяют то, что в их состав входит форма глагола to be. Это либо форма is, либо форма are, либо форма m. Это глагол, который выполняет в предложении функцию связки. Аналогичная функция выполняется в русском предложении, например, формой глагола буду. Однако в настоящем времени глагол связка в русском языке опускается, в отличие от глагола связки в современном английском языке. Сравните такие русские предложения, как я ученик, я учитель и я буду учеником, я буду учителем. Я был учеником, я был учителем. В настоящем времени глагол связка опускается, в будущем и прошедшем она восстанавливается. А в английском языке мы с вами знаем, связка опускаться не может, потому что все английские предложения являются двусоставными. То есть в них в обязательном порядке должны быть и подлежащие, и сказуемые. Хотя бы одно подлежащее и одно сказуемое. Далее мы с вами обратимся к такому примеру, как В данном случае мы с вами в составе сказуемого имеем модальные глаголы Все эти глаголы передают отношение говорящего к тому, что он говорит. То есть указывает на то, как говорящему представляется то или иное действие. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что после модальных глаголов инфинитивная форма глагола употребляется без инфинитивной частицы to. Помимо этих категорий, английский глагол также имеет несколько наклонений. Наклонение – это отношение выражаемого действия к возможности или невозможности его выполнения. Обычно мы с вами выделяем изъявительное, сослагательное и повелительное наклонения. Рассмотрим эти наклонения более подробно. Первое – изъявительное наклонение. Оно указывает на то, как происходят действия по отношению к настоящему, прошедшему или будущему. Я люблю кататься на коньках, он любит кататься на лыжах. Действие описывает настоящий момент и, сказуемо, стоит в форме глагола настоящего времени. Он хотел научиться петь, я любила кататься на коньках. Данные предложения представляют действия, как абсолютно реальные, относящиеся к прошедшему времени. Аналогичные значения несут на себе такие предложения, как He liked to ski – он любил кататься на лыжах. They wanted to learn to sing – они хотели научиться петь. Следующее предложение То есть мы можем сказать с вами, что в изъявительном наклонении глагол может употребляться либо в форме настоящего времени, либо в форме прошедшего времени, либо в форме будущего времени. Что касается сослагательного наклонения, то данное наклонение указывает на то, что действие рассматривается говорящим как желательное или, наоборот, нежелательное. Обратимся к конкретным примерам. Он предложил, чтобы я поехал с ними за город. Они предложили, чтобы ему позвонили. Данные предложения в состав себя включают формы повелительного наклонения. Эти формы указывают на то, что действие рассматривается как желательное, но неизвестно, произойдет оно или не произойдет. Еще несколько примеров на употребление сослагательного наклонения в английских предложениях. Если бы он был на ее месте, он бы нас обязательно об этом информировал, он бы нам об этом обязательно сказал. И вновь мы с вами должны сказать, что выраженные таким образом действия не относятся ни к настоящему, ни к прошедшему, ни к будущему реальному действию, а представляют собой действие желательное. И, наконец, повелительная форма наклонения. Мы с ней с вами уже знакомы. Пожалуйста, будь аккуратен, будь честен. Особенностью предложений, в которых глагол употребляется в повелительном наклонении, является то, что здесь присутствует только один главный член предложения, сказуемое, которое представляет действие тоже как желательное. При этом говорящий отдает приказ или выражает просьбу. Как правило, данные предложения подразумевают в качестве подлежащего местомения «ю», которое в современном английском языке имеет в виду некое второе лицо и в единственном, и во множественном числе. Давайте мы с вами перейдем к следующей теме нашего сегодняшнего занятия. Это личные формы глагола. И мы с вами сейчас поговорим о лице и числе английского глагола. Я думаю, что вы помните, что и лицо, и число являются грамматическими категориями. И мы с вами обычно говорим о том, что существует три лица. Первое лицо, второе лицо и третье лицо. Первое лицо – это указание на себя. Ко всему прочему, мы можем с вами выделить два числа. Единственное число и множественное число. Третье лицо – это указание на лицо, которое в данный момент отсутствует. Это он, она, оно или они. И, наконец, второе лицо – это лицо, на которое мы с вами указываем в качестве нашего собеседника. Это ты или вы. Мы с вами знаем, что английские глаголы, так же, как и русские глаголы, могут спрягаться, то есть изменяться по лицам и числам. Обратимся к примеру. Легче всего рассмотреть понятия числа и лица в рамках предложения. Я читаю книги каждый день, мне читают книги каждый день, я слушаю. Мы с вами видим, что во всех этих предложениях у нас употребляется местоимение I, местоимение единственного числа первого лица. Соответствующую форму глагола мы с вами должны употреблять при определенном местоимении, при определенном лице. Если вы обратили внимание на форму английского глагола, то увидели, что формы английского глагола весьма разнообразны. Скажем, что в английском языке, естественно, так же, как и в русском языке, существует время настоящее, прошедшее и будущее. Однако, что касается грамматических форм, то их выделяется четыре. Это так называемая форма simple, это неопределенное время, время, которое не связано ни с каким конкретным моментом речи. Это же время еще по-английски называется indefinite. Чаще всего термин indefinite вы можете увидеть в грамматиках, предназначенных для специалистов в области английского языка. В практических грамматиках чаще всего эти времена называют при помощи прилагательного simple, что обозначает простое время. Итак, первая группа английских времен – это группа indefinite или simple tenses – неопределенные времена. Второй группой являются так называемые continuous tenses – длительные времена. Они указывают на то, что действие происходит в течение какого-то периода, и говорящим воспринимается именно как длительное время. Третья группа – это совершенные времена, которые по-английски называются perfect tenses. Особенностью данных времен является то, что действие рассматривается как завершенное к определенному моменту, либо в настоящем времени, либо в прошедшем времени, либо в будущем времени. И, наконец, есть еще очень сложное время, которое называется perfect continuous tenses – это совершенные длительные времена. Глаголы, употребляемые в этой форме, характеризуются одновременно и как длительные, то есть указывающие на длительный характер протекания действия, и как совершенные, то есть указывающие на то, что к определенному моменту, в настоящем, прошедшем или будущем, действие было завершено. Итак, на нашем сегодняшнем занятии мы рассмотрели с вами систему времен современного английского глагола. Мы с вами продолжим, безусловно, говорить об английском глаголе и на наших последующих занятиях. Спасибо за внимание. До свидания.